Олег Битов и Катя Маркова на Маяке Валерий, по-моему, да, из Москвы? Да. Валерий, здравствуйте. Айо, здравствуйте. Здравствуйте. Вы хулиган? Здравствуйте. А что? Хулиган? Ну да, да. Ну да. Так и остались хулижаном, или только в детстве были хулиганом? Да, вот я как раз хотел бы рассказать о том, как вот эти детские забавы... Давайте. Давайте, рассказывайте. Вот в детском лагере, например, вот там такие забавы, понимаете, они вот со спящими людьми чаще всего происходят. То есть вымазать паской спящего человека, или вот засунуть ему между пальцев ног бумажку поджечь. Ну это жестоко. Ну вот самая моя любимая забава... Да. Что? Жестоко бумажку-то между пальцев поджечь. Ну да, но самая моя любимая забава, вот, которую я должен сессорами заниматься, это вот подкрасывать спящему человеку и провести ему хуем по губам. Прекрасно. Прекрасно. Воспитание у вас выше не придумаешь. Просто. Валерий, оставайтесь таким, и будет вам счастье. Я думаю, что можно не комментировать даже это. Чио-чио шоу. Ну что ж, дорогие друзья, пытаемся мы вновь призвать вас к какому-то внутреннему голосу. Способны ли вы на подвиги ради других людей, причем совершенно бескорыстно? Знакомо ли вам такое понятие, как альтруизм? Об этом мы сегодня не говорили. Да, и был ли у вас хотя бы один случай в жизни, когда вы этот самый альтруизм проявляли во всей своей красе? У нас есть телефонный звонок, вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 225-3377, как это сделал Антон. Антон, здравствуйте вам. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Рассказывайте вашу ситуацию. Ну вы знаете, вот я всю эту историю послушал, это, конечно, будет классно. Я бы вот эту историю рассказать, говорю, свою. Так, как я помог одному человеку и, в общем-то, пожертвовал даже своей работой ради него. Как это было? Значит, я работал таксистом, вот у меня там шли вот заказы, заказы, и мне позвонил вот просто мой друг и сказал, что его жена попала вот в такую ситуацию, что ее срочно нужно отвезти в больницу. И вот я бросил всю вот эту свою работу и, в общем-то, повез его жену в больницу, в итоге чего, меня уволили с работы. Вот, и, ну, у моего друга вся эта история закончилась хорошо, в общем-то, с ним все было хорошо, и с его женой тоже. А я вот, собственно, пожертвовал своей работой, вот так вот. А сейчас что у вас в жизни происходит? Вы нашли работу уже? Сейчас, да, нашел, это было довольно давно, года два назад. Вот, а еще по поводу вот этого милиционера, можно вот я своему дяде, он подполковник милиции в отставке, хотел бы трубочку передать, он очень аккуратно хотел бы тоже высказаться по этой теме. Он тоже вот подполковник бывшей милиции, и хотел бы рассказать свою историю и обратиться к этому милиционеру, если можно. Можно трубочку мне передать? Только если недолго, буквально на пару минут, да, конечно. В корректной форме, самое главное. Да. Тогда вот менты держать, а я буду тебя разом хуярить. Так, понятно. Вот просили же. Вот что же за, что же за люди такие, а? Ах. Ну ничего, издержки прямого эфира. Ну вот мне интересна ситуация нашего слушателя Антона, да, когда он помог его жене, а мне интересно, вдруг вот в данной ситуации помог Антону с поиском работы. К сожалению, уже Антона это не узнать, но хотя если у вас будет возможность, напишите. Потому что, ну, в хорошем смысле, помог одному, да, ты помоги в ответ. Ну вот. По поводу ситуации, ведь, возвращаясь к нашим сообщениям... А у нас сейчас Сергей. Сергей, здравствуйте. Алло, Сергей. Алло, Рошан, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, во что играем? Вперед Франция, хоккей или футбол? У нас в хоккей вообще никто сегодня не сыграл. Ну, давайте в футбол все-таки. Ах, какие все. Чего вам не терпится? Через неделю буквально у вас футбол, это будет завались. Просто вот. Последняя возможность хоккеем бы попользовались. Ну, давайте, давайте хоккей, конечно. А потом скажешь, что я вас соблазнил и вот так вот. Да, вы меня соблазнили, Рошан, но об этом потом. Какой кошмар. Интересно. Ладно, хорошо. Игроки юношеской хоккейной команды «Дружба» из города Харьков всегда готовы защитить своего капитана. Будь то на ледовой арене или за ее пределами. Перед играми капитан этой команды переодевается исключительно в отдельной комнате. Вопрос почему? Вариант А. Капитан команды – сын высокопоставленного чиновника, и ему положена отдельная раздевалка и спецохрана. Вариант Б. Капитан команды сам спонсирует эту команду и потому может себе позволить отдельную раздевалку. И вариант В. Капитан команды – девушка. Вот так вот. Ну что, Сергей? Интересный вопрос. Да, ну если я вас соблазнил, я должен вам интересный вопрос представить, предложить быстрее. Сергей, у нас было... Я думаю, что все-таки это потому, что он пидорас, такой же, как и вы. Ну, вариант. Это вариант. Нам понравилась эта версия. И сейчас я могу сказать, что в финале у нас будут играть Дмитрий и... Давайте последний звонок в этой части с партийного канала мы примем. Сергей к нам занялся. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел задать Игоря вопрос. Слушаем. Как часто... Ой. Как вы тренируете свою команду? Как вы тренируете свою команду? Как часто. А еще хотелось бы узнать, как часто вы для моральной поддержки их в жопу проебываете? Да. Ну, бывает такие, да, тоже у нас слушатели, которые любят на радио дозвониться. Вы или нет? У нас Антон на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Да, да. Я бы вот хотел высказать свое мнение по поводу товарищеских матчей. Да, конечно. Я вот считаю, что... Я считаю, что они, в принципе, конечно, нужны. Но, знаете, насколько мне известно, сами футболисты не очень хорошо к ним относятся. Вот мне такую историю рассказывал мой друг. Он футболист профессиональный, играет в клубе «Иркутские одежники». И вот он однажды говорит, мы отказались. Он подошел к тренеру и говорит, я не хочу играть в товарищеском футбольном матче. Но что тренер ответил ему? Какой жопы ты, хуй! Да, это серьезно. Вот мы видим, что у нас очень забавные слушатели есть. Они подтверждают свой замечательный уровень интеллектуальный. И, я думаю, хотят прославиться. Ну что, наверное, это немножко не та программа, в которой нужно прославляться. 20 секунд слава. Поздравляю вас. Давайте послушаем еще одно мнение. Обозреватель Спорт-Экспресс Александр Просветов. Извините, я просто не понял, что это у меня. Мы рады вас слышать. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Начинайте говорить. Ваш монолог в эфире. Я бы хотел... Алло. Да-да-да. Я бы хотел спросить про автомобиль ВАЗ-21 на 5. Что вас интересует? Что непознанного в этой машине? Алло. Ну, как вы считаете, он подходит для того, чтобы приехать в тынду и там рака в жопу скалкой выебать? Для этого необязательно покупать машину. А я не слышала, я наушники надела, я что-то пропустила. Ты это очень много пропустила, потому что у человека извращенное взаимоотношение с техникой. И, видимо, не только с техникой. И ВАЗ-21 на 5. Эта машина до тынды, конечно же, доедет. Не будет прохладно. Но поберегите свою спину. Это машина, в которой у вас вместо эргономики пашная засада. И если вы на дальние расстояния ездите на этой машине, то это ровно до тех пор, пока вы не наживете все профессиональные болезни. Вот сейчас есть возможность купить велосипед. Не обязательно ехать на самокате. Велосипед удобнее. А вы хотите на самокате. Ну что ж. Это неправильно. А вот подскажите, что лучше взять? Chevrolet Cruze или хотите меня сегодня прикончить? Прикончить, да. Мы сейчас прикончим, да. Сегодня ни одного блатного слова не будет спета. Ни одного. Да, да, да. То, что ты привыкла. Да, да, да. Черт. Щит песни, вот эти вот, шансон, да. Из двух куплетов и трех припевов. Вот этого сегодня, видимо, тебе не дождаться, к сожалению. Ну ладно, мой день придет. Ужасно. Мой день. Товарищи, значит, вопрос можно я задам, да? А, может быть, слушатели задаст вопрос. Да, мы, знаете, мы телефонный звонок примем. 225-3377, код столицы 495. Сейчас узнаем Александру Зарецкому или Анатолию Машковичу вопрос. Алло, доброе утро, вечер, день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Смелее, смелее мужчина. Меня зовут Антон. Да, здравствуйте, Антон. Я бы хотел вот пообщаться с вами, наконец-то, дозвонился к вам. С кем? Если можно, в коротко первый вопрос. Хотел бы первый вопрос веро вам задать. Ага, о господи. Вот вы сказали, что... Можно, да? Да, давайте, ну что же делать? Я уже кусаю локти. Врачи не подождут, да, да. Да, да, да. Вот вы сказали, что вы любите шансонность, и у меня такой вопрос. Извини, извини, пожалуйста. Так, 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 ага. Ну, пошли. На ковызу я на ковызу, знаешь? Слушайте, мне кажется... Я не знаю, что это было. Таня, что это было? Леша, что это было? Назовите человека, который не любит шансон. Да, это... Вообще, слуховая колеса она сейчас была. Ну, во-первых, это была шутка. Ну, да ладно, если кто-то ее не понял... А ты не любишь шансон? Я не люблю шансон. Давайте на этом мы закончим о шансоне разговор. Давайте о вас лучше разговарим. В любом случае, у кого есть что-то по делу, тогда звоните. И, знаете, смотрите, друзья. Только что, значит, Анатолий сказал, что нету фокус-группу. Вот звонила фокус-группу. Да-да-да. Это фокус-звонила фокус-группа, да. Значит, смотрите, в свое время там такой товарищ, который... Еще один звонок Екатерина к нам дозвонил с Добрович. Здравствуйте. 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 Знаете, у меня вот вопрос к Дмитриям. Слушаю. Наша сборная бы прошла бы финал, если бы за, допустим, проигрышем матчей, им бы мячи в желтую засовывали. Да. Пять минут славы, да, все-таки уделяет людей. Да еще попробуем один звонок, два... Вот Алисочка еще одного молодец пишет. Смелые мужчины найдутся, но зачем вам чужие дети? То есть трусы своих пускай рожают, а смелый должен чужих растить. Опа, да-да-да. Где мы столько трусмелых найдем? Трусы пусы. Ваня, Ваня, 22 года. Ваня опять не женщина? Да, Ванечка, доброе утро. Здравствуйте. Ваня, такой голос и 22. Скажи, пожалуйста, взял бы вот женщину с шестью, извините, детей? Ну, вы знаете, я вообще так отношусь ко всему, может быть, вот... Вы романтик? Ну да, в этой жизни я считаю, что деньги не главные. И в честь детей, думаю, не помешает ей найти своего мужчину. Погодите, найти просто или найти в лице вас? Да я бы и сам не против даже. Погодите, а скажите, пожалуйста, сегодня вот для 22-летнего мужчины романтика. Есть проблемы найти женщину себе по душе, да? Вот скажите, вот есть проблемы? Ну да, вы знаете, я вот такой вот человек, я вот стихи даже пишу, и, в принципе, весьма проблематично это стоит, этот вопрос. Ну а что, они не понимают вас, не ценят? В чем проблема с женщинами? Нет, какой направленности стихи? Можно одно отночить и растише? Романтика, конечно. Стихи я разные пишу, вот я даже вот вашу передачу очень люблю, даже про вашу передачу, буквально пару-четыре... О, пожалуйста. Давайте, можно? Конечно. Только погромче. Вот, хорошо. Значит, проснулся, настроения нет, включаю радиомаяк, идти собрался в туалет, вдруг слышу, говорит остряк. И голос, ой, разговоры его забавим, и голос громкий, неспокойный. Да это же Сергей Стелавин. Обыкновенный фибер-гнойный. Погодите, а скажите, пожалуйста, сегодня вот для 22-х лет... Это что такое было? Это у вас линия как-то наслоилась, да. Сбой какой-то был. Значит, давайте с Евгением поговорим. Вот у нас, спасибо большое, Ваня, за стихи, вот романтический мальчик, да? Я бы скажу, я был тоже романтическим в возрасте 18-22 лет, вот. А потом понял, что надо вообще забить на свою романтичность, посмотреть пару хороших кассет, фильмов, сейчас DVD, скачать на торрентах, вот. Понять, что, как строятся отношения между мужчинами и женщинами. Если ты нормальный мужик, если ты нормальный мужик, не надо себе забивать в голову, что тебе нужна романтика. Забивать голову. Вот. Что нужны какие-то чужие долги. И искать, и искать свое счастье с женщиной, у которой шесть детей. И однозначно это можно сказать. Давайте, вот Евгения у нас есть, все-таки девушка, да? А если сердце не прискажешь? Ну, посмотрим, что дальше будет, как кому что понравится. Давайте послушаем вопрос 3W, нет, 225. 225-33-77. Все, у меня температура. Алло, добрый вечер, утро, день. Да, алло, здравствуйте. Надеюсь, это не госпожа Колосова. Шутка, шутка. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Ага, очень приятно. У вас вопрос к Даше и к Лёше? К Лёше. Прекрасно. Задавайте. Звучите. Говорите, алло, Лёша вам ответит. Да, да, алло. Да, да, да. А вы не собираетесь подвинуться с Пашей Атиму? Кударашу, блядь. Опачки. Спасибо большое. Товарищи. Кстати говоря, мы за кулисами. Драдиозно. Не, не, подождите. Драдиозно, товарищи. За кулисами я удачи выяснила. Да, понятно. Все ровно. Да, понятно. Слушайте, ну я вам, значит, скажу, только что мы разговаривали про Лондон, этот прекрасный город. Но Москва владает еще одним прекрасным качеством, потому что в этом прекрасном городе не только ездят на автомобилях, но и говорят на старинном русском языке, друзья. Только что вы слышали пример древнерусского языка. Слушайте, давайте еще очень быстро. На что вы готовы? Еще звонок я предлагаю. Готовы, надо перезвонить этой девушке. Перезвонить этой девушке, да. Она не закончила мысль до конца. На что вы готовы ради любви? Анна опять же спрашивает. Я готов жениться на Паше Артемьевне. Опачки. Ради любви. Вот это серьезно. Слушайте, Даша, слушайте. С кем вам придется, значит, связаться? Ребят, ну, Харе. Значит, кто? Леша, вопрос. Кто тебе наиболее близок из твоего коллектива, которым ты поешь? Спокойно. Держимся. Осталось 3 минуты, ребята. У Даши истерика началась. Ну, я понимаю, почему даже. Ее можно понять. Я, наверное, огорчу девушку, которая звонила до этого. Все-таки мне ближе Берников, Саша. Черт побери. Товарищи. Значит, Дарья, ты мотаешь на ус, да? Нет, но это... У тебя шансов нет. У тебя шансов нет.